В тайгу с подарками и праздничным настроением. Во время рабочего визита в Сургутский район губернатор Югры посетила одно из самых крупных и продвинутых стойбищ. Там не только хранят традиции коренных народов, но и развивают этнотуризм. Благодаря спутниковой связи и стабильному интернету о стойбище знают далеко за пределами региона. Приобщиться к жизни и быту ханты приезжают даже из-за границы. Подробности в сюжете. Для обитателей этностойбища новогодние каникулы обещают быть жаркими. Уже сегодня жители Сургута и Сургутского района активно интересуются этим объектом. В условиях действующих ограничений многие отказались от дальних поездок и сейчас в поиске доступных развлечений. Традиционная кухня, народные забавы ханты и, конечно, живописные лесные пейзажи. Туристы охотно едут сюда за самобытной экзотикой. Даже туристы за границей приезжают. Здесь были недавно шведы и из других стран также приезжают. Просто интересно посмотреть, как живут наши коренные малыши, в частности, ханты. Этот проект не раз удостаивался грантов, а сейчас поддерживается как на муниципальном, так и окружном уровне различными субсидиями. Например, на обустройство или на лимитированную продукцию, добываемую охотой. Автору идеи и руководителю этностойбища губернатор подарила сертификат на обучение основам удаленной работы. А его помощникам, двум уже довольно популярным блогерам, дистанционный курс по веб-дизайну. Они ведут на ютубе дневник ханта и знакомят зрителей с жизнью в тайге. Количеству подписчиков можно позавидовать. В своем очередном видеоролике предложили принять участие Наталье Комаровой. Придумать слова поздравления для наших югорчан с новогодними праздниками. Вы нам поможете? Для канала. Продвигать этнотуризм стало проще с приходом в тайгу современных технологий. Полтора года назад на угодье появился интернет. Поэтому новым ноутбуком, привезенным губернатором в качестве новогодних подарков, одинаково радовались и дети, и взрослые. Кстати, проект «АйТи-стойбище» Югра представляла на форуме сильные идеи для нового времени. Он получил поддержку комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и даже выдвинут на соискание премии. У нас на территории Сургутской районы 5 сейчас АйТи-стойбищ. То есть здесь выход в интернет через спутник, достаточно устойчивая связь. И можно воспользоваться здесь выходом в те же госуслуги, чтобы получить доступ в госуслуг, ну и получить любую информацию из интернета. Самые популярные у туристов развлечения предложили оценить и губернатору. Но покататься на нартах не удалось. Вертолет напугал оленей. Пришлось ограничиться метанием Тензяна. Этому навыку ханты учатся с детства. Даже малыши уже уверенно обращаются со снаряжением. А еще юные охотники со стойбища признали, что мечтают полетать на вертолете. Их пригласили на борт и устроили воздушную прогулку. Все-таки Новый год – время исполнения желаний. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургутский район.